Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион» и я, Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Восстановление идет полным ходом. Обновленный скейт-парк обещают открыть до 10 октября. Патриотизм, традиции и современность. В Анапе прошел зональный этап молодежной научно-практической конференции. В соответствии с курортным статусом города продолжается масштабное благоустройство северного рынка. К зиме сельские дома культуры, которые в хуторах и станицах без привлечения, центр всей вселенной готовится прийти в новом облике. Где-то уже полным ходом идут ремонтные работы, где-то завершены. Отремонтированы, например, зрительный зал ДК Благовещенская, библиотека села Виноградного и абонемент центральной библиотеки. А где-то еще предстоит поменять окна, провести в порядок зрительные залы. Глава города осмотрел самые болевые точки в этой сфере. Дом культуры и хутора Большой Разнакул в стиле социалистических времен с колоннами и картинами на стенах с той же самой поры. Построили его в 68-м году. Молодая семья Швединских пытается вернуть ему современный облик. Холл, например, они выкрасили современными красками и задекорировали стены. Стены вот здесь, например, нам спонсоры помогли краску выделить, мы сами красили, вот это рисовали, все, деревья. Но Сергей Павлович смотрит на окна, их необходимо менять. Сделать тамбур для дверей, а главная беда – это котельная. Старинный котел уже не справляется со своими функциями, да и неказистая труба не обеспечивает нужной тяги. Да, и вообще нет. Копки-то толку нет. Да, единственное, что тепла нам не хватает, условия, чтобы были хорошие. Соведующая спешит заверить главу. А работать с детьми очень нравится, и дети тянутся. А свои есть? Да, полтора годика. Я вообще еще в декрете просто помогаю. Несмотря на декретный отпуск, Ольга Алексеевна вместе с мужем организовала 9 кружков в Доме культуры, и дети любят его. Ему необходимо просто помочь. Глава города определяет первостепенные задачи – сменить котел. В ближайшее время начнется демонтаж старого. А пока Сергей Павлович оценивает ход работ в Юровском Доме культуры. Сергей Малашенко ходом реставрации фасада доволен. Работы идут быстро и качественно. А вот в третьей школе искусств, где строители раскрыли крышу, не учтя погодного прогноза, глава города-бригаде, выигравший конкурс на ремонтные работы, пообещал оценить их труд согласно отношению к делу. И в продолжении темы. По поручению главы Анапы начались благоустроительные работы на улице Красноармейской. Вдоль северного рынка высадят 28 деревьев. Сергей Сергеев поставил задачу – привести территорию в соответствии с курортным статусом города. В настоящий момент началась подготовка мест для высадки деревьев. Коммунальщики говорят, что зеленое насаждение практически не изменит ландшафт. Поэтому после окончания работы автолюбители смогут также парковаться. Растения будут высаживать в такие специально подготовленные гнезда. Через эту территорию проходит пеший маршрут до центрального пляжа. Кроме того, здесь же находится один из выездов в город. Здесь бывают отдыхающие со всей России и зарубежья. Озеленение этого участка Красноармейской – первый этап благоустройства. В начале размечаются все отверстия, которые надо выбить. Где-то глубина отверстия – метр пятьдесят на метр двадцать. Емкость его – где-то один и два куба. Это отверстие будет в дальнейшем благоустраиваться бордюром. После чего, как оно будет в полном объеме готово, будет производиться посадка деревьев. Мы потихонечку, но уверенно идем и все задачи выполним так, как положено. В этом у нас сомнений нет. Обновленный скейт-парк в сквере имени Гудовича откроют до 10 октября текущего года. Об этом телерадиокомпании «Анапа-регион» сообщили в Управлении по делам молодежи города-курорта. В настоящий момент идет монтаж конструкций. По городской программе было выделено 2,5 миллиона рублей. Скейт-парк восстанавливают после пожара, который произошел минувшей осенью. Для того, чтобы ситуация не повторилась, будут усилены меры безопасности. Помимо видеонаблюдения, в ночное время территорию охраняют, а днем за порядком будут следить администраторы. В Управлении по делам молодежи говорят о принципиальной позиции администрации города-курорта. У многих вставал вопрос, что же будет с той территорией, которая освободилась после пожара. Была дискуссия и в интернет-сообществе, и просто люди говорили, а что же будет взамен сгоревшего скейт-парка. Мы понимали их озабоченность, потому что действительно это участок в центре города. Но здесь была принципиальная позиция главы нашего города. В той ее части скейт-парк должен быть восстановлен. Кроме того, обновленный скейт-парк будет действовать как единый молодежный комплекс. Ранее здесь же смонтировали площадку для занятий уличной гимнастикой, воркаутом. В Управлении по делам молодежи отмечают, что скейт-парк в самом центре Анапы был и остается центром притяжения для молодых людей, которые предпочитают активный отдых. Чаще всего детей из Москвы и Подмосковья отправляют в санатории и лагеря в Анапе. С начала сентября и до конца октября в детских лагерях и санаториях на Черноморском побережье отдохнут 4,5 тысячи ребят из Московской области в возрасте от 7 до 15 лет. Большинство из них приедут в Анапу. Об этом сообщил телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области. В детских лагерях для ребят, которые отдыхают осенью, организовано занятие в соответствии со школьной программой, чтобы они, вернувшись домой, не отставали от одноклассников. Всего в этом году в Подмосковье на организацию отдыха и оздоровления детей направлено порядка 1,4 млрд рублей, рассказала Ольга Забралова. В Анапе прошел зональный этап краевой научно-практической конференции «Патриотизм российской молодежи. Традиции и современность». В нем принимали участие 22 участника – юноши и девушки из города-курорта и Темрюкского района. Организаторы говорят, что одна из задач – выработать новые подходы к патриотическому воспитанию. Участников конференции знакомят с самой древней историей Анапы. Анжела учится на втором курсе медицинского колледжа. Написать и сделать доклад ей предложил преподаватель. Она решила, почему бы и нет, тем более, что ее давно интересует тема пропаганды в социальных сетях. В докладе девушки рассказывается о том, например, какие способы могут использовать, чтобы очернить человека или, говоря простым языком, промыть мозги читателю. Она считает, что походы в социальные сети для школьников до 5-6 класса должны быть строго регламентированы. Многие школьники в начальных классах, у них все это телефоны, это все очень интересно. Но что можно было бы сделать? Например, учителям, которые преподают у этих школьников, убирать телефоны, помогать им в том, чтобы они там не зависали. Они не контролируют, сколько они сидят в телефоне, в интернете, в социальных сетях. Всего на зональный этап краевой конференции прибыли 16 молодых людей из Анапы, а также шестеро гостей из Темрюкского района. Организаторы отмечают, что ребята подошли к задаче серьезно, поработали с источниками, в том числе с архивными. Главной целью научно-практической конференции был новый подход к работе по патриотике. Это была главная цель этой работы, чтобы раскрыть инновационные формы, инновационные методы. И ребята довольно-таки не то, что креативно, с умом, со всей строгостью подошли к этому. Два бойца. Игорь Никитин и Дмитрий Новоселов учатся в кадетской школе. Их доклад о том, как нешаблонные подходы помогают воспитывать патриотов. Мыслить нестандартно, офицеру иногда полезно. Возможно, когда они в будущем пойдут в высшие военные учебные заведения, станут командирами, они поймут, что не обязательно всегда следовать по шаблону. Нужно где-то что-то обойти, где-то симпровизировать, где-то как-то обыграть ту ситуацию. То есть жизнь и устав – это две разные вещи. Не всегда следует действовать по уставу. И в военных действиях это тоже может касаться и жизни. Работа Игоря и Дмитрия в числе еще пяти представит «Тамань» на краевом этапе. Лучших выбирали по темам взаимодействия общества и власти, работа во всемирной паутине. Также участники размышляли, откуда появилось само понятие патриотизма. Организаторы говорят, что в некоторых случаях выбрать лучших было непросто. Возможно, тем, кто не прошел на следующий этап, повезет в следующий раз. Сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал кубанцев поддержать Сочи в последний день голосования в конкурсе символов для новых банкнот Центробанка России номиналом 200 и 2000 рублей. «Как ни гляну на людей вокруг, все сидят в телефонах, в интернете, а Сочи в голосовании за новые купюры «Твоя Россия.РФ» все равно падает. Держались на первом месте, а сейчас на пятом. «Остался день, чтобы проголосовать за Сочи на новых деньгах. Поднажмем все вместе всей Кубанью», написал губернатор в своем твиттере. Вениамин Кондратьев отметил, что конкурсы на выбор символа банкнот и Банка России проходят нечасто. Такие конкурсы не каждый день. Вообразите масштаб. Красавец Сочи в кармане у каждого россиянина. Голоса очень нужны. Призвал глава региона. Сейчас Сочи располагается на пятом месте. У него 372 тысячи голосов. Проголосовать можно на сайте «твояроссия.РФ» до полудня завтрашнего дня. А я напоминаю, что генеральный партнер программы «Новости» производства на предприятии «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин